Всем привет! У меня сегодня в гостях мой друг Аркадий Грицевский. И мы сегодня вам расскажем, что же такое пицца-акробатика. Потому что многие люди в России даже не подозревают о существовании такого гастрономического удовольствия, гастрономического шоу. И в общем, что связано? Что такое пицца-акробатика? Что туда входит в это слово? Ну, прежде всего, все-таки это не совсем шоу, это уже второй момент шоу. Но в целом это все-таки неотъемлемая часть. Ну, давай, наверное, начнем так в процессе. Я попытаюсь рассказать. То есть, смотрите, основная задача это руками раскатать тесто. Так, вот здесь у нас в пакетах тесто уже подошедшее. Уже созревшее, да. Вот это тесто, мука здесь немножко посильнее. Оно созревало порядка 50 часов. То есть, так скажем... 50 часов. Да, да. То есть, какая-нибудь 380-я мука будет созревать порядка 72 часов. Да? Вот. Ну, это вот комфортное тесто, с которым сейчас придется работать. Поехали? Ну, вот достаем. Давай, давай. Когда какая-то доставать или что? Аккуратно достаем для того, чтобы не нарушить вот эту вот круглую форму, не превратить ее в овал, потому что просто будет немножко труднее раскатывать. Она уйдет куда-нибудь в угол, там, и... Все. Ну, давай, наверное, с своего начнем тогда. Ты вот не зря понюхал тесто, чувствуешь, да, оно вот созревшее? Уверяю вас, 90% населения, которое понюхало это тесто, оно бы выкинуло и сказало, О, тесто прокисло. Нет, друзья, это нормальная спиртовая ферментация. Вот, вот этот пузырь, видишь? А, вообще космос. Это углекислый газ, о котором я говорил еще тогда, в первом ролике, по которому вот оно созревает. Именно вот этот вот пузырь даст нам вот ту структуру, вот ту паутинку, которая будет в борте. Итак, наша задача руками. Руками это все. Что делаем? Кладем, кладем. Обваливает с двух сторон. Здесь не надо уже бояться подмеса теста, что оно будет больше, меньше. С двух сторон обваливаем. Вот так, да? Да, придаем руками аккуратно, не зажимая, да, просто круглую форму. Все, она вот более-менее ровная. Реугольная. И смотри, теперь наша задача, надо прям вот от центра выжать весь углекислый газ, который скопился вот в бортике. В бортике, да, совершенно верно. Выжимаем, выжимаем, в бортиках углекислый газ, а в середине нету? В середине не будет, у нас середина будет тонкая, она должна быть тонкая, хрустящая. Офигеть. Так, а пальцы, что с пальцем? Вот смотри, ставим и прям вот так вот выжимаем. А борт оставляем вот тот сантиметровый борт, как неаполитанская пицца, такая всем известная. Середина, оп-оп-оп, не ружь середину. То есть, вот смотри, оставляем вот этот. О, пузырь. Вот, видите, вот прям можно... А как мы его поворачивать-то будем? Конечно. Вот он, прям вот этот борт вылез. Всем известны, да, вот такие черные пузыри. Вот в России, когда делаешь такую пиццу, к сожалению, приносишь какой-нибудь обгоревший пузырь, говорит, что у вас пицца отгорела. А ни один итальянец, Вась, не будет есть, если нету вот такого надутого пузыря, лопнувшего, черного, горелого. Это ему скажет о том, что тесто неправильно созревало. Опа-оп-оп, оставляй, оставляй. Так, наша задача сохранить форму. Нет, бортик, вот все, сантиметр есть, и больше не нужно туда лезть. Вот теперь от середины наша задача... Вот тут вот не бортик получился. Не надо, тонко, вот все. Теперь начинаем ровнять муки чуть-чуть больше кладем в середину. Так. И вот начинаем вот так вот круговыми движениями его растягивать. О-о-о! Я честно тебе скажу, что... Имена от середины, то есть вот как бы, вот как бы растягивая так, а-а-а, во-во-во, и прокручивая, то есть вот как бы так разрывая. О, не лезь, не лезь, не лезь, видишь, у тебя мизинец туда заходит, а ты борты убиваешь. То есть надо пальцы вместе держать, что ли? Вот, вот, вот как бы вот растягивая, во-во-во-во, вот супер-супер. То есть вот тут я попортил бортик, что ли? Да, ну он все равно вернется, потому что газ уйдет в борт. Это надо как-то руки, чтобы... Ну вот постановка рук, то есть у тебя должна быть... Вот ты ее взял, и аккуратненько уже не лезешь в борт, начинаешь вот так, видишь, она сама вытягивается. Ловко получается. Вот, во-во, и от центра. Знаешь, как хирурги вальпируют, ищут такие твердые места, так же и ты, только ты ищешь не твердые места, а утолщенные. И вот это утолщенный где-то по... О, да, пошло. Где-то посильнее, где-то помягче, да? То есть вот... Ну, поэтому нельзя скалкой раскатывать. Не получится скалкой, да? Нет, скалкой это совершенно другая история. Скалкой нельзя, потому что мы скалкой выдавим весь углекислый газ, и у нас тесто будет... Допустим, если ты делаешь фокаччо, тогда можно раскатать скалкой, чтобы оно было тонкое-тонкое-тонкое, там, прям, миллиметр. А если мы делаем пиццу, то мы же вот этот весь борт расплющим, выдавим весь углекислый газ, нечему будет нагреваться, взрываться, и ничто нам не даст ту структуру, которая нам необходима для пиццы. Так, вот эта дырка образовалась, что с ней? Ну, на муке мы ее... Не-не, не похрен, мы ее убираем. Я говорю, плохо это или хорошо ли? Плохо, конечно, плохо, потому что мы нанесем соус, который, собственно, дырки на пиццы забиваются. То есть вот твоя задача, немножко лишнюю муку убрать. Это реально такая сложная схема. Ну вот наш формат, где-то 30-я пицца, дырочку в конце еще залепим. Это мы раскатали без помощи еще пиццы-акробатики. Мы сделали просто ручную раскатку, та, которая вот используется, чтобы сохранить борт. Посмотрите, тесто получается довольно тонкое. Вот с моей стороны оно светится аж. Видите, оно тонюсенькое. Не стесняйся, понаглее с ним. То есть вот оно вообще прям вот. Видишь, все ушло в борт. Но борт у нас будет с тобой не забитый, а такой полый за счет того, что весь углекислый газ мы выдавили сюда. Ну то есть воздействия на борт никакого не должно быть. Но должно быть вот сбоку как бы и... Совершенно верно. На сам борт, сам борт руками нельзя делать. Делать, я говорю, нельзя руками. Делать его нужно руками, но трогать нельзя. Так, так сказать, выжимать из него, да, выжимать. Стандарт, так скажем, мировой, это 29-30 сантиметров. То есть на чемпионате мира строго даже участвовал, есть технический судья, который смотрит прям вот, прям вот, чтобы оно было вот 29-30 сантиметров. Все, тогда ты прошел. Если нет... Ну-ка давай, к нему сняли. Давай. Так, 30 сантиметров, вот она. Смотри, у нас получилось... Пописать 29 по большому, да. Ну вот. 29, да, получилось? Да, 28. Не, еще надо чуть-чуть. Ну, тогда уже, смотри, не лезь в середину, а чуть-чуть из борта забираем. Вот, 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 что середина у нас очень тонкая, а нам его надо будет еще положить на камень, чтобы выпекаться. Но оно не будет у нас обратно там в Сиужинске? Нет, нет, все, это созревшее тесто, видишь, как оно себя ведет. То есть оно очень хорошо поддается. Вот, ну, классика, 29, 29, да, отлично. Вот это вот, так скажем, мировой стандарт, больше, наверное, даже не мировой, а средиземноморский стандарт, который вот прям обязан быть. Так, а у нас столица пиццы, это что за город? Ну, столица, наверное, все-таки страна больше, да, это Италия. Есть неаполитанская пицца. Ну, вот, я слышал, что неаполитанская. Наши все в Москве такие, приходишь в Рестика, они где. Мы учились в Неаполе, в Неаполе неаполитанская пицца, типа, самая крутая в мире. А это вообще другое, это, значит, все, кто что-то читал, пытаются повторить. Не так-то просто, это определенное тесто, это определенная температура, вас представь, 500 градусов, 500 градусов в дровяной печи. Вот тогда мы говорим о неаполитанской пицце. Тесто чуть-чуть жиже, чем это. Ну, то есть, это совершенно другое, это даже другие. А жиже, что нам даст? Оно выпекается порядка 11 секунд, можете представить. Вот это нам подходит. 15, там, 500 градусов, 11-15 секунд, у тебя все готово. Это нам подходит. Замешиваем тесто трое суток, выпекаем 11 секунд. Жена такая вот, она проснулась. Дорогое, не сделаешь, мы сегодня вечером пиццу, он такой, в пятницу. Но за 11 секунд. Но за 11 секунд, да. Ну, с этим, я думаю, пока закончим. Собственно, это мы убираем. Если тесто не пригодилось или потренировались, так вот к центру его зажали, чуть-чуть опять вот его собрали. Как я и говорил, вот, бол должен быть прям ровненький, посмотрите, какой. Прям ровный. Опять закатали его. Можно в пакетик убрать. Для тренировок подойдет. Ага, хорошо. Опять же, выпекать из него уже нежелательно. Если только завтра. Опять оно постоит 20 часов, опять наберется, если силы дрожжей хватит. Если силы дрожжей хватит, я и хотел сказать, дрожжи-то столько бродит, да бродит. Ну, инстантные дрожжи, в принципе, позволят нам это. Но не надо этим заниматься, надо просто раскатать и испечь. Так, окей. У нас акробатики-то пока не было никакой. Да, давай. Для акробатики тесто, собственно, используется немножко... Ну, не совсем другое, так скажем. Для тренировок используется тесто с большим содержанием соли. Давай я покажу. Соль? Да. Почему именно соль? Тесто будет, похоже, такое плотное, такой, будешь камень кидать. То есть большое содержание соли. Здесь, наоборот, для акробатики мы оставляем больший центр. Но равномерненько так же. Так, а потом-то его, можно из него пиццу... Конечно, конечно, все можно. Лишнее не слышно. Если не слышно, когда Аркадий вот сейчас надавливал прям... Звук такой идет. Ублекислый газ оттуда выходит. Интересно очень. Вот когда делаем по пасхе, пироги или еще что-то, нет такого у нас. Итак, давай я начну, да, чтобы показать. Здесь, наоборот, мы центр сохраняем. Тренируйте руки, дорогие друзья. Потрясающая моторика. Дальше делаем вот так. Ядрит-Мадрид. Вот наша пицца 29-30 сантиметров готова. Пузыри, видишь, собрались. А борта остались полными. Ну-ка, давай-ка. Измерим. Тридцаточка. Ровно. Тридцаточка. Вот так вот. То есть, ты пять раз так сделал и уже понял, что уже 30 сантиметров. Мало того, вот смотри, какие пузыри. Видишь, то есть, оно при нагревании, оно будет прям подниматься. То есть, пицца-акробатика, это не только шоу. Да, это элемент маркетинга, продающий. Все на него идут, смотрят. Я вам показал самую малую долю того, потому что все-таки центробежная сила, она не дает возможности отработать, натренироваться, да. Попробуй, попробуй. Это действительно... Так, а пальцы как должны держать? Ну, воткнутся ли у меня тесто там? Или, может быть, на кулаке кто-то делает как-то вот кулаками? Значит, смотри, все, что ты должен понять, ты должен самортизировать. То есть, ты должен быть такой мягкий и такой прям вот гибкий, такой, знаешь, вот как кошка идет, такой же, да, да, да. Вот, то есть, поднял и немножечко сопровождая его, амортизируя. То есть, не протыкать, потому что, ну, сила порождает силу, ты проткнул его и все, да? Нет, здесь ты его вот как бы немножечко вот поднял и видишь, как бы вот... Попробуй. Основной элемент вообще в пицце-акробатике это скорость. То есть, то, что... Принцип батута. Вот смотри, если батут сдутый, ты же не можешь прыгать на нем, правильно? Да, да, да. А если батут... Вот, вот все, что дает. Вот. И сохраняй, у тебя вектор должен быть один. То есть, ты не должен менять слева направо, справа налево. Вот. Теперь попробуй. Положи вот так вот на руку. Мне удобно, мне вот, блин, без пальцев она... Это привычка, это самое распространенное, когда мы, да, думали, что пальцами нельзя, и вот кто-то когда-то показал нам вот это, и мы так вот учимся. Поэтому, ох, потрясающе. Слушай, ну это вообще тонюсенькая, она... Да, да. Ну, тут от центробежья. Но это, ну, неудобно на тесте. Во-первых, ты боишься, что она проткнется. Я боюсь, что она проткнется, потому что у меня навыков нету по такой штуке. Доставай вот эту свою... Да, смотри. Фигню хотел сказать, но это, блин, далеко не фигня. Это не фигня, я вам скажу больше. Когда это разрабатывалось, основная задача была сделать аналог. То есть, действительно, аналог теста. Мы измерили нагрузку, специально не ездили к химикам, а измерили нагрузку. Это 700 грамм на квадратный сантиметр. То есть, точно такая же, как в тесте. Дальше, смотри, видишь, у нас середина тонкая, а борта толстые. Все то же самое сделали мы здесь. Тонкая, борта толстые. Для чего? Для того, чтобы хорошая была аэродинамика, чтобы это было... Действительно, ты учился так, как будет вести себя тесто. По ощущениям, да? Да. И не только по ощущениям, а как раз, чтобы преодолеть вот этот барьер, что ты его протыкаешь. И ты постепенно научишься работать с тестом. А я, ну, мы, понятно, что с Аркадем не только в жизни. Друзья, но и в Фейсбуке я смотрю, он показывает эту штуку. Я говорю, слушай, привези, покажи, что это за такое. А она по ощущениям реально как тесто. Да. То есть, мне кажется, можно даже... А смотри, как раз то, о чем я говорил. То есть, мы с тобой кидаем, и центробежная сила, она рано или поздно, она, опа, видишь, все, она порвала. То здесь такого не происходит, да? Чуть-чуть, можно тебя подвину? То есть, вот, ты работаешь, делаешь с ним все, что хочешь, отрабатываешь. Вернее, у меня. Даже вот так. Ядрическая сила, так это круто. Да. А есть... Я уверен, ты научишься, это на самом деле не так сложно, как кажется. Помни про батут, да, что всегда ты должен думать о том, чтобы была скорость, не прекращаешься. Скорость, вот именно как быстрота, не важна, да? То есть, мы можем это делать медленно, видишь? То есть, мы все можем делать медленно. Но, оно должно быть постоянное движение. То есть, старайся медленно, да? А потом чуть-чуть подключайся, подключайся. В каком-то, я не помню, ресторане мы делали пиццу, и люди видели, ну, иногда падает, бывает. И одна женщина так сидела, сидела за столом, подходит, говорит, я заказала пиццу, и будьте добры, без спецэффектов. Чтобы она не падала на пол, да? Вот, и когда уже объясняют, что для шоу все-таки используются тренажеры, потому что есть элементы за спиной, там, когда касается волос, то, друзья, уверяю вас, для пиццы, Вася, никто никогда там за волосами ее тереть не будет. Слушай, ну это прикольно. Это можно же, знаешь, такую штуку взять, например, пока повар раскатывает на столе пиццу, а другой ее в это время как бы показывает, как будто он там ее растягивает в воздухе, да? Конечно, ты сам знаешь, когда в кафе или ресторане сидишь, всегда что-то хочется найти глазами, да, куда-то посмотреть. А тут, ну, что надо, хлеб и зрелище, вот это зрелище. Старайся для себя выбрать всегда более-больший вектор, потому что у нас кисть все-таки так устроена в физиологии человека, что вот вовнутрь больше радиуса. Вот. И теперь, сохраняя, вот смотри, уже ты можешь сделать элемент, да? Раз, поймал, здесь ничего крутить не надо, просто вот так, раз, да, и вот смотри, у тебя уже есть соединение нескольких элементов. Так, оп. Ну да, старайся все медленнее, чтобы более точно в другую сторону, видишь, ты опять во внешнюю сделал. А, вот, вот, все. Супер, супер, да? Потом обратно забираем, но здесь надо так приучиться. Старайся, чтобы каждый элемент был закончен, тогда это даст красоту твоим движениям, действиям. Это какая непростая штука? Вот, да. А, представляешь, какая это гимнастика, это моторика. Самое главное, я расскажу, вот представь, если ты пишешь левый, правый? Правый. Представляешь, то есть это еще и полезно. Вот, ну, супер. Я буду тренироваться, короче, друзья. Да, фитнес. Я обещаю, что буду тренироваться. Вот эта штука теперь моя. Когда будешь тренироваться, сразу старайся, вот, многие, знаешь, зацикливаются, научились, допустим, делать что-то одно, да, там, и делают, вот, все, шоу на этом заканчивается. Лень переходить на другую руку. То есть ты идеально должен работать двумя руками. То есть все, что ты делаешь левой, да, тяжело, да, надо мозг заставить работать, ты также должен делать и правый. То есть тогда появляется симметрия, красота в действиях. Ну, вы понимаете, этот человек про пиццу знает все. И про силиконовые гаджеты тоже. Но я теперь буду пользователем силиконового гаджета. Все дела. Когда-нибудь я это научусь реально делать. Но штука прикольная. Вот я несколько раз сделал, и я уже, можно сказать, то есть у меня заработали мышцы, которыми я не работаю. Да, абсолютно верно. Плечи, потрясающая нагрузка на дельты, все три дельты. Потому что здесь немножко тесновато. Это вы увидели только самую малую часть. То здесь работает все. То есть вот раз, есть такой элемент. Оп. То есть здесь работает и спина, и за спиной, да. То есть это можно делать все, что угодно. Держи. Но есть видеоуроки, поэтому есть я всегда. Главное не останавливайся и да, учись. Давай мы тогда, может, потом ссылочку на видеоурок дадим, потому что у меня это самому надо. Я человек, ну вот у меня руки не приспособлены для этой штуки, а мне это учить. Учиться надо, да? Мы тогда под роликом сделаем ссылочки на то, что где и как. В общем, вот что такое пицца акробатика. Вот как люди развивают свои дельты и предплечья. Но я шучу, конечно. Самое главное, что если, например, вы повар и хотите это делать в рамках ресторана, конечно, вот вам бы хорошо пройти эту школу. Самому научиться. Я же не думаю, что это что-то сверхъестественное, что человек там не может научиться. В общем, сегодня у меня был Аркадий Грицевский, мой друг, шеф-повар и, самое главное, президент пиццы акробатики. Нет. Президент федерации пиццы акробатики России. Он, кстати, недавно был на чемпионате мира. И, в общем, я тоже следил за этими всеми его там передвижениями. Даже ребят снимали лайв про то, как все это происходит. Вот он доказал, что в России люди не лаптем шиты. И что мы реально можем делать пиццу. Но не такие, как я, конечно. А вот такие, как Аркадий. Ничего, ничего. И все будет. В общем, смотрите нас, подписывайтесь на канал. Я периодически буду приглашать в гости разных людей. Но Аркадий еще не последний раз. Он еще нам покажет, как правильно складывать пиццу. Ну, то есть, про начинку. Это в следующем ролике. Пока. Пока.